Сори, батарейка сто-то отсела, так что сделаю потише музыку, извиняюсь, что вот так вот в два, значит, получится видеофайла, потому что делать в один, естественно, мне неохота соединять все это в один видео, вот такой отчет. В общем, это продолжение обзора планшета, роверпад, модель опять я забыл какая, 3W-A73, вот. Значит, мы закончили на том, что хотели послать его характеристики, ну, это есть не просто так, я, конечно, наверное, если вы этим интересует, то вы их знаете. Покупал, значит, я в магазине Play.ru, там мы его их посмотрим, на сайте пользователей потом отдельно вам покажу, там какая-то проблемка есть, которую можно решить, но все же, не хочется заморачиваться сейчас, бла-бла-бла, планшетные компьютеры. Вот он наш компьютер стоит, вот сейчас 7 с небольшим, как вы видите, роверпад, 3W-A73, процессор, Cortex, ну, ладно, сейчас мы все посмотрим. Клевая песня. Так вот, ты тысячи, ты тысячи, ты тысячи, характеристики, сейчас я его разверну вот так вот, нет, вы же будете так, смотри, да? Сейчас я еще ее с тормашками, наверное, снимаю, ну, пофиг. Так, вот, пока память не кончилась, надо доделать уже. Значит, так, мы видим, мы видим, видим, так, операционка, Floyd 2.2, Android, процессор ноутбука, ну, да, типа, Cortex 9A, 1 ГГц частота, качество ядер 2, 2 ядра, 2 ядра 2. Ну, видимо, одно виртуально, но не суть, вот, честно говоря, не уверен, про этот процессор мало что знаю, как-то не интересовался. Ну, память оперативно 512, ну, дальше, ну, же, они не очень-таки, не настолько важные параметры, Bluetooth, Wi-Fi у него есть, вот, ну, пожалуй, на этом хватит разглядывать. Зайдем, конечно, на сайт-производителя, ну, как же, не почтить их. Так, как он там, Rover, 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 .net. Ой, я пропечатался, по-полной, баллбес. Rover, 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 Rover.net. Вот так, точняк. Вот, видите, он сразу приходит в мобильную версию, а мобильная версия у них, как бы вам так сказать, видимо, фирма Rover не очень заботится, ну, как бы так, она, может, бы хотела бы, чтобы пользователи получали максимальную информацию, максимально им было удобно, вот, и максимально, кстати, они зарабатывали на этом, но, к сожалению, как мы видим, модель здесь стоит достаточно старая, и нашего здесь просто нет. Видите, TS-3WF80T, то есть, нашего планшета тут тупо нету в этом списке, это самые новые планшетники, в общем, все, которые у них вообще есть. Вот, в немобильной версии он здесь, но для того, чтобы немобильный, надо здесь настройку браузера менять, ну, в общем, это, конечно, долго, мы можем туда зайти, но, вот, в каче, и характеристики мы его отсюда, следовательно, писать не можем, потому что тут тупо нету в мобильной версии их сайта. Так что не будем огорчаться, запустим тест квадрант, вот, давно я этого ждал, сейчас он переменет свой экран. Системная информация, нет, это мы оставим нам на потом, самое сладкое, запустим в сам тестер. Конечно, если учесть, что у него двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц, оперативной памятью 512 МБ, невольно он сравнивается с планшетом фирмы Texted, например, модель, кажется, TM7021, да. У него такая же характеристика, только процессор одноядерный, и вот результат теста квадрант, насколько я помню, составил у него 2150 условных единиц, или как их еще называют, попугайчиков. Ну, неплохой результат, 2150 единиц, да, достаточно неплохой, а тут что-то подлагивает, да, печально. Сейчас вы, видимо, удивитесь, так же, как и я когда-то удивился, когда первый раз видел результат этого теста. Потому что, например, такие дорогие аппараты, телефоны, как Samsung Galaxy S2, Speed 2, который, да, или, например, Sony Xperia Mini Pro, второй, там, не знаю, крутейший мини, да, вот, кто стоит там в пределах 20 тысяч, ну, стоили, когда только начинают продаваться, вот. Ну, например, у меня телефон выдает на этом тесте 2500 единиц, и вроде по характеристикам, ну, там процессор, конечно, стоит немножко помощнее, но в целом, от этого устройства мы ожидаем, как минимум, от того, что нам показал тексты, то есть, ну, около 2000 уж он должен выдавать, там, 2200, например, 2100, то есть что-то аналогично или больше. Однако, результаты он выдает вот таким. О, с каждым разом все больше. 1137. Сейчас я вам покажу поближе. Опа, вы видите, молодцы. Вот. Если мы вот здесь посмотрим, то достаточно хреновый результат. Вот, S1 Galaxy, у нас чуть ниже на строку, ну, старенький достаточно. Во, вообще фиговенько. Очень фиговенько. Но первый раз он мне вообще выдал 800, так что, ого, на 300 больше. Да. Собственно говоря, вопрос, почему, как такое может быть? Как, как? А вот так. Смотрим. Опа, процессор какой мы видим? Частота на 800, это определяется с того, что у нас Android может ее регулировать. В данном моменте, видите, он максималку почти выбил, 720. Хотя, в принципе, на телефоне я запускал, он мне выдавал процессор 1200, то есть 1200. Ну, так вот. Ядра. Одно. Так, ну, в общем, тут, конечно, есть над чем задуматься. Кто-то нас обманывает. Либо программы, либо производитель. В общем, что-то здесь не так. Либо мы что-то недопоняли. Ну, вот память у нас сколько еще имеется. Ну, не будем дальше разбирать. Смысл в том, что производитель у него хреновенькая. Вот, но в целом, конечно, за 7 с копейками, наверное, в будущем он стоит будет 6 с копейками, хотя, наверное, будет не скоро. Там, через полгодика. Вот, мы получили достаточно неплохой планшет, который имеет мультитач из двух пальцев, имеет динамики достаточно громкие. У него работает Wi-Fi, Bluetooth. Можно вот читать книжки. Книга весит 75 мегабайт. И грузится первая страница. Извините, вторая уже. А первая? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, порядка пяти секунд. Да, хорошая книжка. Первый выпуск. Вообще вещь смешной. Вот, то есть, достаточно неплохо. Даже вот у меня на телефоне, например, грузится, ну, чуть-чуть быстрее, там, может, на секунду. Вот, то есть, для таких... Конечно, крутые 3D-игрушки на нем не потянут. Ну, я думаю, что... И экран у него, знаете, все-таки большинство игр с таким форматом экрана. Он не широкоформатный, как мы видим. Он почти квадратный. Как-то довольно непривычно. Для тех, у кого были планшеты, или кто там держал в руках, он больше все-таки на ридер похож. Вот, так что игры будут у вас как-то вылезать за экран куда-то все-таки они, ну, большинство игр. Ну, Angry Birds, по-моему, нормально работает. А вот там какие-то более прикольные, которые не флешки. Вот, ладно, пока память не закончилась, давайте посмотрим кнопочки его. Сейчас, ну, разъемы, а то... Кому неинтересно, может выключать обзор. А кому интересно, что у него есть. Значит, надо сказать про динамики. Так, динамики. Вот они. Раз, два. Два вот таких динамика, довольно неплохих. Что-то мы ради какой-то дурацкой слышим с вами. Вот. Камера. Это хрень, как она там называется, светодиодная фигня. Все чувствительно. Типа, закрываем пальцем, яркость меняется. Но, на самом деле, нам плохо очень работает, потому что, типа, сколько этого лучше не включать. Так, разъемы, кнопочки. Громкость. Ну, это вот, видите, вы... Ну, хрен с ним. Вот. Значит, вот так я его держу. С этой стороны у нас я вот такие громкости. Две отдельные кнопки. Больше, меньше. Сейчас я его вырублю. Опа. Вот. Дальше, что у нас тут? Так, видим. Ресет. Ну, фокусировка пропадает. Ну, хрен с ней. Значит, слот для microSD-карточек. Это что такое? Это мини-USB. Или соединение с компьютером. HDMI-выход. Ну, выход для телека. Не знаю, нафига, потому что, зашли, не тут фиговая, конечно. Хотя, кому-то понадобится. Довольно странный какой-то урезанный джек. Гнездо 3,5 длина. Ну, вот.